Молдавия Сегодня я могу со стопроцентной уверенностью сказать одно, что до президентских выборов, после президентских выборов Молдова остается захваченным государством. Из-за того, что мы допустили определенные ошибки во время протестов прошлого года, когда на самом деле была возможность, я это признаю, захватить власть в стране. И мы на это не пошли, потому что я всегда говорил, несмотря на то, что по-разному люди относятся ко мне в стране, по-разному комментируют, особенно, скажем так, телеканалы режима, информацию о том, что вот там Усатый готовит Донецк, Луганский. Я это слышу, и вы это слышите, все это слышат с осени 2014 года, когда меня в стране еще не так хорошо знали, потому что в начале 2014 года я только вернулся в Молдову, но вовсю раскручивали, что Усатый готовит какой-то силовой режим. Не готовилось никаких силовых захватов власти. То, что в определенный момент люди были готовы, и мы, как те, которые призывали людей выходить на протест, не были к этому готовы, не были готовы в плане того, то есть в моем понимании, значит, любой скандал, массовые протесты должны привести к тому, что люди, которые руководят страной, подойдут в отставку, будут досрочные демократические выборы, в которых уже ЦИК не будет контролироваться Плохотнюком и его людьми, а будут контролироваться оппозиция. Да пусть контролируются гражданским обществом, чтобы и к оппозиции не было никаких вопросов. В определенный момент нужно было принимать решение и что-то делать. Многие обвиняют всех лидеров протестного движения в 15-16 годах в том, что вы должны были забирать власть по беспределу. Ну, ты имеешь в виду, наверное, 23 января или так? 20 января, это когда все были в парламенте, и не только этот день. Кто-то, например, говорит, что это должна была сделать платформа, когда было 100 тысяч человек на площади, да, в сентябре. Кто-то говорит о том, что это должно было произойти именно 20 января. Ну, и вообще много версий на эту тему. Сегодня, если раньше Молдова была частично захваченным государством, сегодня она является 100% уже захваченным государством. И может наступить такой момент, что нужно будет принимать какое-то решение. Я понимаю, что после этих слов меня могут обвинить в том, что вот усатые, опять соберутся аналитики, там 4-5 карманов Плохотниковских аналитиков на публике и начнут. Вот, смотрите, усатые признаны, что они готовят силовой захват власти. Вторые будут, третьи кричат, что вот вам готовят Донецк, Луганский и так далее. Нет, сегодня меня интересует освободить Молдову от правящего режима. И сегодня страной может руководить все те, у которых есть благие намерения, но сегодняшняя власть однозначно должна уйти. И я хочу извиниться перед всеми гражданами страны, если были какие-то ошибки. Ну да, не было у меня политического опыта. Я всему учился на ходу с 2014 года, когда я пытался впервые зарегистрировать партию. Но в то же самое время у меня не было никаких консультантов, политтехнологов. У меня не было подесты, которая была у Плохотника, или Гримбер, которая консультировала Филата, либо другие какие-то компании. Я вел себя так, как подсказывало мне мое сердце. Вы говорили об ошибках, о поддержке Дудона на президентских выборах. Вы считаете, что это была ошибка или нет? Значит, сегодня наша партия и партия социалистов, в принципе, большинство пунктов в программе партии социалистов, это те же пункты, которые продвигали мы. Причем большая часть этих пунктов, начиная поощрение и материальные премии всем семьям, которые родят второго, третьего ребенка, заканчивая про то, что там партия промолдавская, а не какая-либо другая. Значит, это все они взяли у нас, и мы очень схожи с ними. И вы знаете, когда с одной стороны была Майя Санду, которая открыто прилетела из Бухареста, сказала о том, что объявила себя унионистская, что она там за объединение с Румынией и так далее. То есть у меня выбора не было. То есть я мог поддерживать только Дудона. Тем не менее, вы сказали, что до президентских выборов Молдова была захвачена государством. Сейчас оно захвачено вообще как никогда. То есть, может быть, президентские выборы вообще были ложной целью? Абсолютно. Я весной 2016 года после решения Конституционного суда, я вышел с инициативой, что говорю, послушайте, сегодня Плохотнюк нас заставляет играть по его правилам. И сегодня, если вся оппозиция право-лево будет их бойкотировать, то, возможно, был бы другой результат. И вообще любые выборы сегодня в стране можно проводить в том случае, когда не будет Плохотнюка. Вы поймите, сегодня в Молдавии дошла до того, что суды в Молдавии, в судах сегодня в Молдавии можно выиграть в двух случаях. В первом случае, когда это не затрагивает интересы Плохотнюка и платятся серьезные деньги судям. Второй вариант, это если как-то затронуты интересы Плохотнюка, суд можно выиграть, если Плохотнюк спит, либо у него не ловит мобильный телефон. В другом варианте в судах сегодня в Молдавии выиграть невозможно. 99% судей, прокуроров, полицейских сегодня находятся в кармане Плохотнюка. Когда я говорю про полицейских прокуроров, есть нормальные ребята, которые гниют в райцентрах, и полицейские, и прокуроры, которые, я уверен и знаю, что хотят работать и жить по-другому, но сегодня то, что есть, сегодня просто акционерное общество. И тем не менее, президент у Молдовы уже есть, и многие люди говорят, что по этой причине нет необходимости выходить на протесты. Нет, послушайте, что значит есть в Молдове президент, и нет выходить на протесты. Я с Игорем Додоном встречался в Москве, у нас было две встречи после того, как он стал президентом, я Додону сказал четко, что если он не избавится от груза по фамилии Плохотнюк, то его ждет очень плачевный конец, политический конец, я имею в виду. Потому что, что сделал Плохотнюк? Пока Додон ждал инаугурацию, которую однозначно искусственно затянули, сегодня у Додона забрали, и так у нас, наш президент, скажем так, был ограничен в своих полномочиях, но сегодня, когда у него забрали возможность назначать руководителя СИИБА, он практически никак, он не может повлиять на назначение прокурора. Когда у президента забрали руководителя ФСО, Федеральная служба охраны в России, в Молдаве это служба безопасности, да, значит, сегодня президента охраняют люди, которые подчиняются премьеру. Сегодня президента довели до того, что я уверен, что даже в Кондрице повар Плохотнюковский сегодня у Додона, поэтому сегодня и Додон это понимает. Но я не слышал возмущения по этому поводу. Ну вот устраивает Додона это или нет, это нужно спросить у него, но сегодня Додон может заниматься внешней политикой. Я часто выходил с критикой Додона до президентских выборов, выходил с определенной после. Я сегодня, вы знаете, не настроен в принципе конфликтовать с оппозицией, то есть, причем правое или левое не важно. Сегодня важно объединить всех против режима Плохотнюка. Но когда Додон молчит, либо Додон повышает в ранге судей, которые осуждали политзаключенных, я молчать никогда не буду. И этими назначениями, либо какими-то другими подобными решениями, Додон уничтожает себя как президент. И да, безусловно, я поддержу любые нормальные инициативы. Вот, например, мы начали полтора года назад, Додон с одной стороны, я с другой. Начали решать вопрос мигрантов, начали решать вопрос экспорта в Россию. На тот момент я помню, что только винодельческие предприятия Гагузи могли экспортировать свою продукцию в Россию. Да, я включился в этот процесс. Будучи мэром города Бельцы, я уже вел официальную переписку с Роспотребнадзором, Россельхознадзором. И добился того, что 23 компании получили разрешение экспортировать в Россию свою сельхозпродукцию. И также первые два завода могли экспортировать свою винную продукцию. Компания «Империал Вин», вторая компания «Молд Норд». Сегодня Додон это продолжил как президент. У него появилась возможность официально встретиться с президентом России. Сегодня, естественно, я поддержу инициативу, когда, например, может увеличиться список компаний, которые могут экспортировать свою продукцию в Россию. Я буду очень рад, если решатся проблемы нескольких сотен тысяч мигрантов, потому что их не несколько, а десятков, как об этом писали многие молдавские СМИ. Их несколько сотен тысяч. Я поддержу любые здоровые инициативы. Но всего любое сотрудничество с Плохотниковым в любой форме, если мы говорим про президента Додона, я буду это жестко критиковать. И моя поддержка Додона в свое время, я говорю про второй тур президентских выборов, значит, она превратится в то, что мы будем жестко выступать против него. И самое главное другое, что должно беспокоить Додона. Сегодня во всех опросах главный враг Молдовы – это Владимир Плохотнюк. Если Додон будет молчать и не будет реально бороться с режимом Плохотнюка, то он может обогнать. И Додон может стать в вопросах, появиться, как главная проблема в Молдавии, может сместить на этой позиции Плохотнюка. Поэтому Игорь Николаевич должен серьезно подумать о том, что происходит. Но сегодня он не должен бороться с олигархами. У нас в стране нет олигархов. У нас в Молдавии есть олигарх. Когда выходит депутат по СРМ Богдан Цирдя в своем видеоблоге, раскручивает это во всех СМИ, что вот усатый дает пинки нашему всенародно избранному президенту Додону, и хвалит Гимпу, Стурзу и Майю Санду. Вы извините, но такую критику... Я приветствую любую здоровую критику в свой адрес, но я как-то высказался в прямом эфире в социальных сетях, что либо Цирдя не хватило конины в свое время в детстве, либо чего-то другого. Но просто заявлять на всю страну о том, что усатый хвалит Гимпу, Стурзу, и Майю Санду и других унионистов, я не знаю, кто этот бред. Ну да, вы об этом действительно говорили в одном из лайвов. Вот вы упоминали о том, что вы поддержите любые здоровые инициативы. Инициатива в одномандатных округах, она, конечно, уже по определению из-за того, что она исходит от Плохотника, не очень здоровая, наверное. Нет, начнем с того, что Плохотник... Вы не боитесь, что произойдет то же самое, что произошло с президентскими выборами? В прошлом году тоже многие говорили, что это игра Плохотника, мы не должны играть. Но все в нее играли. Все в нее играли. Совершенно верно. Все попротестуют, но потом пойдут, выдвинут одномандатников. Совершенно верно. Вот чтобы это не произошло, не повторилось. Поэтому я уже три раза выходил с инициативой. Есть кое-какие продвижения после съезда нашей партии 18 марта, где мы четко обозначим нашу позицию. После того, как будет опубликована резолюция внеочередного пятого съезда нашей партии. Значит, мы должны сесть со всей оппозиции за круглый стол, чтобы потом никто никого не обидел. Что если мы говорим про протесты, чтобы не говорили о том, что одни не вышли, потому что это за неделю до Пасхи, вторые готовились к родительскому дню и так далее. То есть это должна быть четкая дата, которая должна быть обсуждена со всеми. И я поддержу, сегодня наша партия поддержит любой протест. Можем быть инициаторами, не важно, будем инициаторами. Мы, гражданского общества или другая оппозиционная партия. Но сегодня выходить против Плохотнюка надо. И если сегодня реально все объединятся, у Плохотнюка ничего не получится. Плюс, повторяю еще раз, и вся ответственность. У Плохотнюка нет задачи вести одномандатные округа. Сегодня его главное, это так, отвлекающий маневр, чтобы когда Плохотнюк объявит о смешанной системе, чтобы все вздохнули и сказали, ну ладно, слава богу, ну хоть 50 на 50, вроде более-менее и так далее. Нельзя этого допускать ни в коем случае, потому что смешанная система также приведет к тому, мы видели, что произошло в Гагаузе. В Гагаузе единственный кандидат от Демпартии участвовал, вернее, прошел в Народное собрание Гагаузе, который был избран независимыми кандидатами. Какие это независимые кандидаты? Знают жители Гагаузии и должна понимать вся страна. У Плохотнюка партийных будет очень мало. А если будет их много, то это будет как отвлекающие маневры. А реальная ставка будет делаться на якобы независимых. В результате Костя Ботнер проедет по стране, все получат определенную сумму денег. Плюс Плохотнюк посчитал, что это дешевле. Каждая компания Плохотнюка с его пропагандой, подкупами избирателей и так далее, это компания стоимостью 15 до 20 миллионов евро. Понимаете? И Плохотнюк, когда посчитал, что он сможет за несколько сотен тысяч купить депутата, ну такие разговоры идут у них вовсе, да? За несколько сотен тысяч. Ведь сегодня вам, пожалуйста, выкупали и за полмиллиона, и за миллион долларов. То есть просто огромные цифры, когда врывали коммуниста в ЛДПМ и так далее. Плюс они все протят еще большие зарплаты, чтобы как-то выживать. И Плохотнюк себе прикинул, когда себестоимость, вот, например, вы понимаете, они там набрали там меньше 20 мандатов, потратили 20 миллионов, то есть на при... По миллиону на мандат. То есть вышло по миллиону на мандат. И Плохотнюк сидит, думает, что я как дурак буду тратить по миллиону на мандат, когда буду скупать баранов оптом по 200-300 тысяч, понимаете? И будет стоять очередь от Нобила до GBC. Вот так себе он это представляет. И этого ни в коем случае допускать нельзя. И чтобы мы не пришли к тому, что вы говорили, значит, нужно всю оппозицию посадить за стол. И обращаюсь, я об этом буду говорить на съезде партии в субботу, но я буду обращаться официально к Тадону. Я буду... Вернее, обращаться, может быть, буду и неофициально, но я буду требовать его официальную позицию. Вот он вышел, четко сказал, что он не допустит одномандатных округов. Я хочу, чтобы также Игорь Николаевич четко на всю страну сказал, что он не поддерживает смешанную систему, что в этом случае он будет партнерами, соратником Плохотнюка, и от этого он больше никогда не отмоется. То есть, что он не поддерживает любое изменение избирательного законодательства, исходящее от правительства партии? Совершенно верно. Нет, ну мы... Не важно. Любые, а вдруг будут какие-то положительные идеи. Не надо быть такими категориями. Нужно четко сегодня, чтобы он заявил касаемо смешанной системы, что половина избирается по партийным спискам, половина... половина как одномандатники. Редак Георгиевич, вы сейчас за последние пять минут, наверное, раз в десять произнесли слово Плохотнюк, фамилию. Вообще, многие... Ну, не многие, возможно, ну, вообще, есть мнение, что не стоит, наверное, персонифицировать так молдавские проблемы. Плохотнюк — это главная проблема Молдовы, или это олицетворение чего-то? Послушайте, сегодня Плохотнюк — это захваченная юстиция. Плохотнюк — это то, что более ста человек в сутки покидает Молдову. Плохотнюк — это тот, из-за которого умирают люди из-за качества медицинской помощи сегодня в стране. Плохотнюк — это тот, из-за которого дети не могут получить качественное образование. Это тот, из-за которого умирают пенсионеры. Это тот, из-за которого многие не доживут до пенсии, потому что из-за его умных договоренностей с Западом, пенсионной реформой и так далее, сегодня просто они как решают проблемы пенсионеров? Сегодня они будут максимально увеличивать. И, кстати, то, что происходит сейчас, я об этом говорил в 2014 году, когда нас сняли с парламентских выборов, что, ребят, они будут поднимать максимально пенсионный возраст для того, чтобы до пенсии доживало минимальное количество людей. Тогда можно будет реально повышать людям пенсии, платить нормальные пенсии, когда 80% людей до них просто не доживёт. Это то, что есть. Все вот эти факты, о которых вы сейчас говорите, должны автоматически выводить людей на улицы. То есть люди должны самостоятельно выходить на улицы и протестовать. Посмотрите, как в Румынии произошло. Ведь людей никто не выводил. Они собрались сами. Плитических партий не было, лидеров протеста не было. Почему у нас такого происходит? Вы знаете, они собрались сами, но ничего это не изменило, между прочим. Да, но, к сожалению, да. Но ситуация заключается в следующем. Во-первых, я никого не хочу обидеть. Я благодарен тем, кто остался в стране. Но те люди, которые у нас остались в районах, во-первых, все те, которые разбираются, быстро соображают и быстро принимают решения, всё-таки максимальное количество этих людей, к сожалению, покинуло страну и находятся в диаспоре. Я сам был одним из тех, который в 2004 году уехал из Молдавии в поисках нормальной человеческой жизни, найти достойную работу. Но, к сожалению, у единиц есть желание после того, как они чего-то достигают, вернуться в Молдавию для того, чтобы кардинально что-то изменить в своей родной стране. Вот где у нас вся проблема. Сегодня, когда я встречаюсь с выходцами из Молдовы, которые меня поражают, люди, да, они средние менеджеры, они не топ-менеджеры, хотя есть и топ-менеджеры, выходцы из Молдовы, как Сергей Англиенко, как господин Вайншток, да, но есть сегодня ребята, которые получают зарплату, среднюю зарплату в 5000 долларов в США, это при сегодняшнем курсе в России. Кто-то работает начальником отдела Сбербанка, кто-то работает в Лукуоле, кто-то в Роснефти, кто-то работает на железной дороге. Все они выходцы из Молдавии, когда говорят, да, может, мы вот все-таки как-то соберемся и поедем домой, потому что это люди, это очень качественные, это очень качественные менеджеры, с которыми, с некоторыми из них, у меня уже есть договоренность, что они вернутся в страну, но люди говорят, говорит, слушай, я там двум людям предлагал прийти вице-мэром Бельс, да, именно касаемо развития транспортной инфраструктуры и так далее. Говорит, слушай, мы посмотрели, зарплата 300 долларов в Молдавии, говорит, у меня содержание ребенка обходится 800 долларов в месяц, там детский сад, там продукты питания и так далее. Говорит, ты мне предлагаешь за 300 уехать в Бельс, и говорит, сегодня я зарабатываю 6 тысяч долларов в Москве. Это официальная зарплата, которую я получаю чистые на руки, то есть там зарплата у нее повыше. И вот эта проблема есть, ведь, понимаете, люди, когда они выходят, посмотрите, а кто у нас остался в селах? Румыны уехали на заработки, но очень быстро вернулись в Румынию, большая часть из них. Сегодня во всей России и во всей Европе у нас работают наши молдаване, понимаете, которые просто, что делает Плохотнюк, что они начали делать вместе с Филатом? Они делают все для того, чтобы люди уезжали из страны, чтобы были такие мальчики и девочки, начиная теми, кто пашут на стройках и работают домработницами, у кого-то там в доме, значит, заканчивая менеджерами, пусть дураки наши уезжают на заработки и отправляют деньги в страну. Им же надо что-то выводить на свои офшоры. И вот это и есть тот самый миллиард долларов в год, который приходит за счет наших мигрантов, без которого молдавская экономика перестала бы существовать 15 лет назад. Ну и получается, что Плохотнюк прекрасно знает о ситуации в стране, в обществе. Конечно. Он вообще все знает. Он понимает, что нет критической массы. Да, он понимает, что нет критической массы, поэтому он нагло себя ведет. И поэтому сегодня задача всех патриотически настроенных сил Молдавии это разбудить эту критическую массу, а разбудить ее можно, только лишь основная задача, это сказать людям, чтобы они возвращались домой. Я имею в виду, то есть люди должны вернуться домой, для того, чтобы принять участие в историческом событии в стране, потому что, поверьте, сегодня избавив страну от режима Плохотнюка, это будет отдельный том в новейшей истории Молдовы, и это можно добиться лишь при консолидации нашего общества. Ну, вот за этим круглым столом с другими представителями оппозиции что это такое клич бросить? Возвращайтесь, все к определенной дате, здесь будет... Да, конечно. Так и будет. Великое национальное собрание. Совершенно верно. Абсолютно верно. Именно так это должно быть. Должен быть призыв. Ребят, приедьте, пожалуйста, все домой. Понимаете? Если люди не приедут, вы знаете, да тогда у нас страны нет. Тогда у нас страны нет, и сегодня есть пастух по фамилии, который я уже много раз называл в этом интервью, который делает все, что хочет. После президентских выборов, особенно, количество уезжающих из страны увеличилось. Понимаете? Ну, так нельзя. Я мог сегодня... Я говорил со многими знакомыми в Москве, особенно, находясь сегодня вдали от родины, да, и они как бы, ну, говорят, послушай, говорят, вот есть там позиции, вот будут выборы там губернаторов в таких-то регионах. Говорит, у тебя здесь не будет тех проблем, которые тебе нарисовали в Молдаве. Ну, как? Нет, я все-таки буду биться в Молдаве до конца и буду пробовать. Сделаю все возможное для того, чтобы там что-либо изменить. Причем я не столько собираюсь претендовать на власть, сколько на то, чтобы уничтожить правящий режим. Кстати, многие люди свою пассивность аргументируют страхом того, что вместо плохотника придет человек намного хуже. То есть они выбирают меньшее из... Ну, это не знаю, послушайте, но это, послушайте, это всегда было. В Молдавии исторически сложилось так, за последние 25 лет, что власти приходили, все те, кто приходили к власти, крали то, что не успели украсть предыдущие. И, скажем так, плохотнюк с филатом, они просто украли то, что не успели сделать при коммунистах. Сегодня те, кто придут, я скажу, что если у кого-то есть мысли прийти в следующее руководство страны для того, чтобы что-то украсть, то воровать больше нет, ничего, поэтому могут остаться дома те, у кого есть эти. Сегодня, если так рассуждать, послушайте, я не жалуюсь, но огромные деньги, все свои средства, все деньги, которые я зарабатываю, и с каждым годом из-за кризиса, который сегодня во всем мире зарабатывает, все тяжелее и тяжелее, значит, сегодня я трачу деньги на благотворительность, я трачу я трачу деньги в Бельцах. Когда я слышу критику про дороги, особенно критики со стороны бизнесмена, послушайте, я трачу сотни тысяч долларов в год на Бельцах, я же не трачу эти деньги, я не открываю коммерческие объекты, я не открываю бизнес-центры, я не открываю рестораны, я трачу деньги на инфраструктуру, на детей, на спорт, на ветеранов войны и так далее. И сегодня, если те бизнесмены, которые возмущаются, да, я понимаю возмущение простых граждан, все всегда ждут изменений к лучшему, и это правильно. И я также жду изменений к лучшему вместе с ними. Но меня нельзя обвинять в том, что я зарабатываю слишком мало для того, чтобы построить дороги. У нас в Примарии не загнано в кредиты, как это, например, сегодня происходит в Аргееве. Сегодня на все запросы и независимых журналистов, и некоторых районных городских советников Аргеева, значит, мэрия Аргеева не предоставляет информацию, сколько Шор набрал кредитов за полтора года, сколько он является мэром. Вот, например, на сегодняшний день в Бельцах сколько руковожу. Единственное, чем мы занимались по кредитам, мы договаривались по тем кредитам, которые взяла предыдущая власть, для того, чтобы уменьшить процентную ставку. Потому что, так как брал кредиты черных в ЖКХ под стеклопакеты по 10-12% годовых в валюте, и было четкое указание, просьба Леониду Ивановичу Бобей, Леонид Иванович, пожалуйста, обойдите все банки, где брала предыдущая власть кредиты, и просто объясните, что таких сегодня нет условий на рынке в валюте платить 10-12% годовых. То есть, это неподъемно. И на самом деле, то есть, по-моему, вот конкретно этот кредит, он там сбил до 6 или до 7%. То есть, все-таки было пересмотрено. Значит, что является четким подтверждением того, что мало того, что закапывали Бельскую мэрию в кредиты, еще и как бы пилили деньги на откатах. Сегодня даже мои враги в Бельцах не могут обвинить сегодня меня в коррупции. И сегодня вот есть сколько угодно нарисованных уголовных дел против меня в Молдавии, но сегодня они под микроскопом разбирали Бельскую премарию. Меня никто не обвинил в том, что незаконно под руководством Мусатова был проведен тендер. Что меня никто не может обвинить в том, что дети едят тухлые продукты, как это происходит в Кишиневе. Сегодня выигрывать должны те, у которых лучшие условия цена-качество. Хотя сегодня есть очень много вещей, которые нужно менять на уровне парламента, ведь сегодня определенные условия, в том числе и по госзакупкам, я не согласен с ними, понимаете, сегодня они диктуют, как проводить тендер, это правильно. Но пусть они посмотрят, как это происходит в других странах. Я знаю четко, что, например, в России, когда мы участвовали в тендере, каком-либо, связанном с железными дорогами, значит, ты должен предоставить, помимо гарантии, банковской гарантии, значит, я должен предоставить, если я дилер, то я должен показать договор с производителем, что я являюсь официальным дилером этого производителя. Что происходит в Бельсах? Мы закупаем новые контейнеры для того, чтобы для нужд города, значит, тендер выигрывает компания, которая дала реально цену меньше всех. Что происходит? Готовились к тендеру, утверждали результаты, определился победитель, победитель поставляет пластиковые контейнеры, а то, что касается металлических, он говорит, извините, я их поставлять не буду, я там посчитал, разобрался, это невыгодно, а это уже компания, которая выиграла тендер. Мы не можем в тот срок, который обещали, выиграть, тем самым они выбили из тендера компанию с реальным опытом, который уже много раз занималась поставкой этих контейнеров, в том числе и в Молдову, понимаете, когда мы смотрим эту компанию, значит, она не имела в жизни ни одной закупки, ни одной закупки этих контейнеров, а она выигрывает конкурс. Это неправильно, должно быть четко прописано в условиях, да, в окизите публиче, что компания с таким-то опытом, имеющая надлежащие документы, чтобы не мог всякий там турист-фантазер приходить, давать самую маленькую цену, убивает реальных поставщиков, потом говорит, а извините, я там оказался фантазером, ошибся, и таких моментов очень много, поэтому я очень рад, что, пусть даже сейчас в изгнании, но я руковожу, являясь мэром города Бельцы, потому что сегодня мы готовим целый список вопросов, когда мы все равно придем в парламент, есть вещи, которые нужно менять на республиканском уровне, понимаете, когда приходят люди, до сих пор многие в премарии говорят, извините, нам не на что жить, вы ничего не сделали для повышения зарплаты, и так далее, и так далее, когда я говорю, послушайте, я говорю, муниципальные предприятия сегодня, которые добились результатов, которые показывают прибыль, могут поднимать зарплату, касаемо зарплаты госслужащих, и тем более, касаемо зарплаты людей, которые не имеют никакого отношения к работе мэрии, то извините, это вопросы к товарищу Плохотнюку, Филиппу и всем остальным. Рената Георгиевич, ну вот как раз очень интересную тему подняли, давайте сейчас поговорим о тех информационных сбросах в ваш адрик со стороны республиканских властей. Например, один из них, Рената Усатый, никогда не вернется в Бельце. Кстати, Ренат Георгиевич, когда вы последний раз были в Бельцах, вы помните этот день, скучаете вообще, наверное? Да, ну конечно, я был в начале сентября, значит, поступила информация из прокуратуры, что они возбудили, значит, дело по Универсалбанку, значит, решили в этом деле сделать меня обвиняемым, хотя меня как-то приглашали как свидетеля много лет назад, я просто дал пояснение, кто такой Горбунцов, и на основании той информации, даже которую я предоставил в 2010 году на своей первой пресс-конференции, значит, он и был подан международный рост за отмывание денег, хищение, шантаж и все остальное. Значит, мне сказали, что вот готовится арест, я не был готов, значит, я понимал, что тогда, что если задерживают меня, то останавливается жизнедеятельность партии, останавливается жизнедеятельность в муниципе Беллс, и мне нужно было срочно что-то принимать, то есть я знал все эти их шаги, у меня была вся эта информация, но, послушайте, также говорили в конце 14-го и в начале 15-го, вспомните, когда ночью я покинул страну, когда нас сняли за несколько дней до выборов в 14-м году, значит, но все мои люди, которых держали в тюрьме, которым также говорили, усатый вас бросил, он никогда не вернется и так далее, все мои люди сегодня на свободе, хотел этого Плохотнюк или нет, но в мае, 6-го мая 15-го года я вернулся в страну, и сейчас я вам могу сказать, Плохотнюк может хотеть и делать все, что угодно, возбудить мне еще 4 уголовных дела за убийство, возбудить мне уголовное дело, что я съел 28 28 спортсменов на завтраке 15 лет назад и так далее, я вернулся в Молдавию, я должен закончить все то, что я начал, я же понимал, что будет очень тяжело, и в июле тот разговор в программе с Георгием Гонцем, когда я рассказал про свою встречу с Плохотнюком, где четко было сказано, либо ты получаешь деньги, уезжаешь спокойно из страны, либо я тебя уничтожить, я тебе не дам жить в Молдавии, Плохотнюк, в принципе, это сегодня и делает. У меня сегодня заключены договора, заключен договор с известным адвокатским бюро в Лондоне, который представляет мои интересы в Интерполе, потому что получилось, что 24 октября меня подали в международный розыск, я реально получил эту информацию со стола Плохотнюка мне даже принесли скриншот, я увидел там номер файла, на самом деле я был в Интерполе, потом меня сняли, меня какое-то время не было в Интерполе и во всесоюзном розыске, розыске СНГ, да, потом я смотрю, перед Новым годом я опять появился в базе Интерпола, в базе всесоюзного розыска, значит, в России сегодня я официально снят с розыска на законных основаниях, значит, и лондонские адвокаты, значит, изучили все материалы дела, значит, получили все, что им нужно было с Кишневым, и сейчас будем обращаться в Интерпол, я уверен, что мы докажем в главном бюро, в Центральном бюро Интерпола в Леоне, мы докажем, что я являюсь политически преследуемым лицом, я буду снят во всем мире с розыска, но вопрос, меня не беспокоит вопрос розыска, вопрос в том, что я дал людям конкретное обещание, я привык к жизни, то, что обещаю, делать и реализовать, поэтому все эти спекуляции, что усатый никогда не вернется, потом я слышал спекуляции о том, что я там нашел уже себе работу и так далее, значит, я в России не могу даже сегодня работать, потому что быть сегодня в России госслужащим, это значит отказаться от молдавского гражданства, я, отказаться от молдавского гражданства, в моем понимании, закрыть самому себе въезд в эту страну раз и навсегда, и я берег молдавский паспорт и берегу память о своих корнях, не для того, чтобы отказываться от молдавского гражданства, поэтому я вернусь в страну, я вернусь в страну победителя, поэтому у меня нет никаких сомнений в этом все убедятся вы знаете да на самом деле нужно признать что очень сложно совмещать политику с хозяйственной деятельностью но в то же самое время вы понимаете что вот давайте говорить реально до того как я стал мэром города бельцы бельцы показывали по телевизору раз в год может быть два сегодня особенно телеканалы режима показывают каждый день по очень многие вещи за что меня критикуют они касаются центральной власти не касается меня но важно другое что быть мэром города и в перспективе не хотеть вынести на национальный уровень вот сегодня пожалуйста вот сразу став мэром города первое что за что я взялся это незаконные постройки до бельцах которых очень много и я сталкиваюсь с проблемой что оказывается мэр москвы может снести за одну ночь 100 незаконных строек а я по молдавскому законодательству не имею права к ним даже прикоснуться мало того все те нарушения все документы которые отправили в гостроинспекцию экологами так далее ни к чему сегодня не привело все незаконные стройки остались я на самом деле горю желанием и наступит тот день когда я сяду и буду управлять бульдозерами и снесу это все к черту но вы поймите сегодня сносить их при том законодательстве который у нас есть это значит сесть в тот же день тюрьму я только когда был скандал с дворниками в бельцах то есть просто они пошли на то чтобы кинуть уже простых рабочих за заработную плату да и и скажем так жестко критикуя вот эту мусорную мафию бельскую значит привело к тому что возбудили также уголовное дело что усат организовывает убийство одного из акционеров этой мусорной мафии потому что я ему сказал что закатая в асфальт а его нужно закатать в асфальт и даже после этого разметку сделать понимаете чтобы люди понимали где он закопан вот так должно быть сегодня на стране но делать это закона сегодня в городе есть проблемы связаны с уборкой города там где убирают муниципальные предприятия у нас проблем нет что произошло у них уже нет возможности красть миллионы лей из местного бюджета как они это делали при нынешней власти на уборке там центральные магистрали муниципальных предприятий и так далее сегодня они крадут только за счет того что предыдущая власть повысила тариф повысила тариф они сегодня крадут только нас нас за счет тех договоров которые у них есть физическими лицами да сегодня сколько мы уже бьемся в плохотнюковских судах и прокуратурах за то что передали я же не поднял вопрос забрать там выходили какие-то негодяи обвиняли меня в том что усатый хочет забрать этот бизнес у них я же не сказал забрать у них и передать другим я сказал что город в состоянии осуществлять эту услугу так как это было много лет и город может закупить даже в лизинг закупив кредит всю необходимую технику это 10 мусоровозов у меня есть пояснительная записка которых достаточно до чтобы накрыть город закупить контейнер и делать это самим понимаете чтобы не разбрасывать деньги которые у нас которых у нас и так не так много понимаете сегодня они делают все и центральная власть и и лично плохотнюк дал все команды им помогать потому что они как раньше они были спонсором коммунистов потом они стали спонсорами голубых сегодня они уже стали спору этими спонсорами красно-синих потому что уже там непонятно где красный где голубые где синий молдавском парламенте понимать я меду там коммунистов перебежчиков и так далее вот то что мы имеем и сегодня сколько внимание сконцентрировано на бельцах за счет того что усатый мэр раньше они просто забыли про бельцы и вспоминали про бельцы и про другие населенные пункты в стране тогда когда была предвыборная кампания когда они ходили из двора в двор выступали рассказывали про то как они всех сделают счастливыми и богатыми понимать сегодня есть реальные проблемы которые нужно выносить на национальный уровень пусть примут парламенте закон который позволит местным властям значит демонтировать демонтировать незаконные постройки до чтобы не обвиняли что вода нет это опасно мэр города либо пусть это будет решением совета пусть это будет с привлечением экологов госстроинспекции я же не говорю чтобы отдали но не уходить в эти пятилетние суды которые потом дают штраф 2000 лей и до сих пор в центре бельц есть несколько свадебных залов в детском парке андреев это разве нормально нет это не нормально поэтому раз они хотят так я вынужден быть политиком для того чтобы изменить все эти или аннулировать массу дурацких законов для того чтобы потом снеси в один день это все что есть я сейчас говорю не про бельца говорю про всей стране если кто-то увидит какой-то мой корыстный интерес в этом пусть скажет но сегодня так дальше невозможно понимаете поэтому сегодня это вынужденная ситуация кстати очень интересная информация преподносится на республиканских телеканалов причем используется тем что многие люди просто не знают о разнице между местными властями республиканскими например в последних новостях прошла информация о том что рената усатый виноват в низком уровне жизни бельчан что он не повысил их пенсии зарплаты и так далее послушайте они я когда меня даже обвиняли в концертах мероприятия новый год бельцах день города день независимости сколько денег получает экономические агенты бельц за счет всех этих мероприятий пусть они об этом скажут но когда десятки сотни тысяч людей приезжают в город они тратят деньги и неважно это вода без газа это продукты питания одежда ли что-то другое когда сегодня меня обвиняет в том что низкие зарплаты в городе за меня когда меня обвиняет том что низкий письм не в этом смогут обвинить когда я приду власти в стране но сегодня я и так легко и тяжело но я пытаюсь хоть как-то помочь людям и очень часто это происходит что я вынужден это делать за счет своих личных средств для того чтобы хоть как-то помочь людям понимаете сегодня обвинять меня в том что люди живут плохо это также вот автовокзал бельца в ужасном состоянии понимаете они показывают автовокзал не муниципальный бельца чтобы он был в другом состоянии понимаете хотя сколько денег проходит рынок и автовокзал это всегда были скажем так прибыльными объектами во всех городах его века и является во всех городах и странах мира я показал что такое рынки за полтора года меняются прилавки обновляется центральный рынок не понравились стеллажи на восьмом заменили их на те которые люди хотели сейчас весной закончим с карачубану да потому что эта дорога на байдукова была убита еще с тех пор когда был школьниками студентом понимаете с 90-х годов и это за счет того что начали эффективно распределяться деньги нет никаких откатов нет сегодня грабежей на рынках и мы имеем результаты то что из 20 муниципальных предприятий 17 впервые за 25 лет уши ушли в плюс это о чем-то говорить я сказал поощряйте работников повышайте людям зарплаты есть хорошие результаты в троллейбусом подымайте людям зарплаты есть хорошие результаты на муниципальном что толку что раньше контролер получал на рынке зарплату тысячу лей в месяц никто из бельчан не поверит в то что человек ходил на работу в месяц за тысячу лей и все видели на каких они ездили машинах какую одежду носили и так далее сегодня некоторые там занимаются пропагандой что вот усатый продаст рынки поэтому он их реконструю ничего мы продавать не собирались не собираемся не будем кто-то говорит что тарифы повысили никто не повышал тарифов на рынках бельцах и сегодня недовольны те те которые раньше контролерам платили в черную и контролеры им давали какую-то скидку ну ладно напишу что ты был там только два дня а хотя человек был четыре дня да и то есть все эти шуры-муры ведь вот эти миллионы лей которые появились впервые за два десятка лет на бельских рынках эти деньги на что река тратится рынка с муниципальные предприятия объединения рынков начал участвовать мероприятия города муниципальные рынки начали закупать оборудование и будут продолжать заниматься реконструкции рынка я знаю что есть изменения не скидывали еще осенью все эти фотографии когда там где торгуют автомобилями на на байдукова значит до затянулась связанная с коммуникациями и с некоторыми незаконными также строениями которые есть пока рычабану и не успели осенью потому что наступили холода и запретил уже были дожди иногда ночью минусовая температура говорю нет давайте уже дождемся весны и сделан качество на эту дорогу потому что потому что есть возможность и сегодня сделать ее давно нужно было сделать украли миллионы долларов за деньги которые украли на рынках за 20 лет вспомните за эти за этот рынок погиб один из бывших руководителей когда все ждали разоблачающую информацию на следующий день значит директор не дошел до пресс-конференции его расстреляли возле дома потому что на следующий день он хотел рассказать кто получает деньги в полиции кто получает деньги в прокуратуре там представители криминальной группировки так далее значит я смотрю что происходит с городским бассейном не важно не не важно что говорит руководство не важно что говорят люди я в социальных сетях получаю массу сообщений и люди говорят что мы видим с приходом нового директора бассейна те изменения которых бассейне не было в течение последних 15 лет где опять же там появились 500 тысяч лет какие-то закамуфлированные которые раньше куда-то уходили еще какие-то деньги я знаю господина масловского знаком с ним с тех пор запор за знаком с ним с тех пор когда я был наверное еще студентом да и мы как-то разговаривали с ними уже стал мэром города я сказал всем что те кто хотят работать я не собираюсь искать повода для увольнения руководителя муниципальных предприятий работников приморить те кто хочет работать я буду помогать я буду помогать всем что я могу и тем что я не могу лишь бы люди работали но когда начала появляться информация что сначала начали обрабатывать советников муниципальном совете потом не какие-то приветы начали передавать намеки что будет очень плохо если уйдет масловский то будут проблемы у муниципальных советников у меня послушайте мне никто никогда не мог шантажировать и никогда не сможет понимаете то есть сегодня есть изменения в бассейне масловскому хватает наглости после всего того что всплыло по его трудовой деятельности в бассейне значит ему хватает наглости еще что-то еще не рассказывает что незаконно его уволили и так далее он незаконно там работал то что сегодня в тех судах которые есть он чего-то добился значит это и это еще не результат и масловский придет я буду увольнять масловского я буду увольнять его именно из-за того что его слишком давно и слишком хорошо знаю вот и вся ситуация сегодня у меня нет знакомых друзей если это сказывается или это связано с благополучием бельчан понимать если разобраться бельцах многие знают и знал все годы пока жил в москве и когда один начал приходить хотя хочу перед рестораном террасу второй хочет вырубить 20 деревьев сделать себе парковку бучацкий решил бучацкий решил бучацкий решил построить очередной торговый центр где-то там во дворах значит по ген-плану значит там парк значит деревья мне говорят так подожди так это бучацкий он там хочет построить торговый центр говорю послушайте деревья есть есть люди против против я господину бучацкому сказал что меня не интересует как он выиграл у предыдущей власти как он забрал этот участок вроде 10 квартала но никакого торгового центра там не будет почему у нас сегодня в бельцах нет проблем когда приходят молодые ребята говорят хотим открыть шоу-рум хотим открыть меня автосалон автосервис почему сегодня простые люди проходят через град совет через град совет у нас не проходят буржуи потому что один хочет в частном секторе построить девятиэтажку скупил там у стариков 34 участка земли понимаете что просто для касаемо архитектуры города это просто невозможно понимаете вторые там захватили незаконно что-то построили в районе центрального универмага сейчас ругаются между собой встречался с владельцем универмага говорят ну пожалуйста отдайте нам землю которая вот потому что эти пристройки были незаконные с одной стороны как бы из другой предыдущая власть что-то они с ними не договорились очень заморозился не сказал ребят вот есть участок если можно законно вам передать его вот участок где пристройка в сторону паспортного стола значит они горит а мы вам в обмен отдадим участок за за центральным универмагом и вы сможете организовать сквозной проезд разгрузить центр вот это серьезный разговор то есть обменять этот участок на котором находится это их пристройка на участок за если мы организуем сквозной проезд это будет шикарное решение я готов сегодня и хочу обратиться ко всем реальным людям которые хотят инвестировать инфраструктуру города и инвестировать не так как это делал гольберге это шарашкина контора да и сегодня рассказывать со слезами на глазах как всю эту аферу провели для того чтобы зарабатывать месяц 20 тысяч лей понимать где наши скромные бельские евреи где 20 тысяч лей в месяц понимаете они там все ходят трусах дольче габбана понимаете им хватает эти деньги на пять пар фирменных трусов там белого или розового цвета не знаю но на больше точно не хватит и вот такие проекты они поддерживают то что приходит вот я получаю в социальных сетях много информации хочу обратиться ко всем тем кто реально хочет что-то строить город ребят пишите мне в социальных сетях на личную страницу читая лично официальную страницу там мониторе делают скриншоты мне передают но давайте как-то двигаться я поддержу любой проект понимаете я поддержу любой проект почему до сих пор не приходят и не говорят хотим решить вопрос с одним озером или с другим пожалуйста можно сделать красивую инфраструктуру вокруг озера кто-то приведет какое-нибудь озеро в порядок да а когда уничтожается все и человек думает лишь бы о своем каком-то бизнес очки такие проекты точно пока я жив точно такого не будет в любом случае люди на следующих выборах решат кто прав кто виноват а может быть раньше решат да да вы знаете есть очень много спекуляций на тему кто-то мне пишет в фейсбуке что маха уже кого-то заставляет там что-то подписывать против меня кто-то говорит о том что плохишь уже дал командую в цирке за резервированные деньги на проведение референдума в этом году меня не надо пугать отставкой референдумом сегодня собирать 10 процентов подписи как это положено по закону если они хотят проверить позицию бельчан и мне для меня самого она важно для меня важна оценка бельчан они прокуроров плохотнюка его судей карманных полицейские его там бизнесменов-катрабандистов я хочу увидеть позицию бельчан согласны бельчане тем что в городе что-то меняется кушну согласны ли они что пусть сегодня к сожалению в изгнании но я наша команда руководит городом до или не согласна я много раз говорил что если люди будут против если люди будут против каких-то если люди будут против того что я делаю не будут поддерживать то что я хочу изменить то я уйду не только сберть я уйду из политики я вернулся в страну потому что я увидел массовую поддержку людей которая росла и я сегодня не могу предать этих людей я не приехал ни в бельце не в молдаве решать какие-то свои личные проблемы личных проблем у меня слава богу никогда не у меня все проблемы в жизни появились после того как я создал молдавский молдавии политический проект когда у нас появила партия с момента как я чем больше был наш этим чем больше нас пытались уничтожить поэтому если надо значит я переговорю с нашей фракцией бельском муниципальном совете я проведу я переговорю с людьми бельсах я не боюсь этого чтобы не грели что усатый любыми путями пытается удержаться за власть пока не сечет мандат примара бельц я не согласен с такой позиции и чтобы не было больше спекуляции на на телеканалах режима и так далее на эту тему значит ну надо будет значит наша фракция выйдет с инициативой о проведении референдума и пусть бельчане скажут если люди решат бельсах что должен подать в отставку я подам я не буду искать юридических зацепок как сохранить власть бельцев да конечно значит для меня любой человек а тем более штефан челмари который сделал очень много для для нашего государства для государства республика молдова я всегда боролся за государственность нашей страны значит человек который делал свое время мне очень понравилось в истории про штефан челмари такой фрагмент когда он бояром говорил ребят продавайте мне земли по хорошему как бы иначе все закончится для вас очень плохо и то что он сделал для молдова если я сделаю малую часть того что сделал штефан челмари я хочу остаться в истории страны как человек который чтобы меня никто не обвинил что даже не попытался развалить весь тот коматрист который был в молдаве построен за последние несколько десятков лет но потом потомки рассудят знаете как говорится поэтому буду идти однозначно только только вперед и то что тоже некоторые телеканалы начали показывать что вот усатый претендует создать свое гестапо в стране начали показывать кадры как там кого-то сжигали убивали послушайте для таких как плохотнюк не только гестапо для плохотнюка и для его бандитов которые руководили и грабили уничтожали всю эту нашу страну для всех этих подонков я готов быть и начальником нгвд и гестапо сами и всем кем угодно понимаете потому что сегодня вот эти корни которые они пустили эти щупальца которые они пустили сегодня эти щупальца уже вылезают часть из них в украине часть в румынии у плохотнюка щупальцы вообще уже вылезает даже на его вилле во франции понимаете то есть и сегодня надо будет это все обрубать найдет огромная очень тяжелая работа я буду просить всех представителей диаспоры включаться процесс возвращаться домой мы обязаны взяться все за руки построить новую страну иначе ну просто страна как я говорил в четырнадцатом году когда приехал мы ребят в восемнадцатом году молдова перестанет существовать до осталось совсем немного поэтому буду идти вперед я хочу поблагодарить всю нашу команду хочу поблагодарить команду которая работает в бельцах я хочу поблагодарить всех тех многих из которых обвиняют что вот а чего они приехали с кишинева в бельце и так далее люди приехали для того чтобы что-то менять к лучшему я знаю своих людей отвечаю за своих людей и мы будем делать все для того чтобы реализовать все наши обещания также хочу поблагодарить всю команду в нашей стране которая не боится все которые подвергаются репрессиям примары советники людей пугает заставляет вон бельцах пожалуйста от 50 до 100 тысяч долларов предлагают советникам для того чтобы они вышли заявлениями против меня и легли под легли под плохотника не известно все это то что происходит я знаю что большинство у нас людей очень хорошие люди и по крайней мере ну то что я слышу за районом что люди не придадут никуда не уйдут а те которые испугаются ну вы знаете я не могу обвинять людей за то что кто-то испугался за своих детей за свою жену за свою больную тещу и так далее главное все должны знать что я обязательно вернусь с врагами как говорил сегодня владимир вольфович жириновский госдуме на весь мир вы кстати вчера с ним подписали за всех 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 подонков и негодяев будут расстреляны причем их не будут расстреливать не буду расстреливать если будут продолжаться в том же духе просто появятся в молдавии поверьте мне неуловимые мстители робин гуд и которые просто будут ловить плохишей и боюсь что они будут уже не только расстреливать потому что они сегодня уничтожают они уничтожили государство но они еще полностью не уничтожили нацию поэтому атаки обязательно вернусь и однозначно все у нас будет хорошо всем спасибо спасибо спасибо